Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас будет распаковочка вот такого огромного заказа от Фаберлик. Заказ, как всегда, на 50 баллов. Много интересного, много новинок. Итак, поехали! Как всегда, распаковываем вместе с вами. Коробка пришла не только завязанная, но еще и скотчем вот так вот с вами проклеена. Надеюсь, я тут ничего не повредила. Так. Вот у нас с вами чек, пакетик. Вот сюда в заказ падает, я его не удаляю, никогда пригодится. Вот так вот все здесь у нас наложено, да? В принципе, аккуратненько. Сейчас будем вместе с вами все рассматривать. Девчонки, на момент заказа, кстати, была на сайте распродажи, в первый день действия каталога, обычно такое бывает редко, и там распродавали почему-то новинку кондиционеры Гринли. Да, оба по 133 рубля они шли. Я сначала положила, потом подумала, зачем мне это надо, у меня он и так еще есть. Так, с чего с вами начнем? Давайте начнем с вами с серии La Creme. Я взяла целых три средства, потому что давно ее нет в каталогах, сейчас она промелькнула на распродаже. Шампуни, шампуни кокосового, и такого их почему-то в каталогах давно нет. Я боюсь, что эту серию выводят. Мне она очень, кстати, понравилась. Я не ожидала, потому что по первым с вами впечатлениям от гели для душа, они мне не понравились, потому что плохо пенились, а вот шампуни зашли. И этот уход очень подошел моей дочери. Вот прям волосы практически не спутываются, хотя у нас их расчесать всегда какая-то целая проблема. Так, первый продукт. Это у нас увлажняющий шампунь с кокосиком. La Creme. Вот так выглядит, девчонки. Артикул его 86,70. Совсем за копейки, за копейки, за копейки. Я сейчас, конечно, постараюсь вам цены озвучивать, но искать придется долго, девчонки. Быстро нашла шампунь. 73 рубля со скидкой, без скидки 99. Ну и все остальные средства также. И такой же бальзам. Я взяла эту линейку для дочери. Бальзам тоже увлажняющий. 86,73. Эти два средства как раз отправятся к ней, потому что у меня сейчас волосы в хорошем состоянии, мне их увлажнять совсем не надо. Я бы их подсушила бы чем-нибудь, если честно. И поэтому себе я взяла вот такой вот освежающий. Я, по-моему, его не пробовала. У меня только кокосик, мне кажется, был. Освежающий, изысканный уход с мятой молочными протеинами. Гель для душа из этой линейки. Пахнет божественно. Шампунь, я думаю, тоже будет пахнуть так же. 86,49. Я даже сейчас бальзамами и масками для волос девчонки редко пользуюсь. Настолько волосы вот так вот себя ведут. Еще шапкам. Они у нас, кстати, приходят зафольгированные все. Мне просто хочется аромат понюхать. Мне кажется, классный. Да-да, вот это эфирное масло мяты, блин, вообще обалденный. Супер. Со сроками годности, потому что что у нас обычно распродают, не всегда бывает свежее. Девчонки, свежак. 11 месяц, с 20-го года. И кокосик, тоже 11-й месяц, с 20-го года. Поэтому со сроками годности все отлично. Так, поехали дальше. Что покажу? Как я вам говорила в обзоре каталога, я взяла себе краску для волос в салонке в оттенке 501, мока. Артикул ее 82,68. Мне захотелось именно вот такой вот цвет. Надеюсь, что получится красивый, не сильно темный. Будем вместе с вами прям в следующем видео краситься. Тут, кстати, про перчатки на упаковке ничего не написано. Мне кажется, они должны быть у нас внутри. Нет, я ошибаюсь. Без перчаток, девчонки, без перчаток. Эксперт мне последний раз приходил с перчатками. Здесь без перчатки. Я не сильно расстраиваюсь, у меня всегда в запасе их много. Вот так выглядит, если что, краска. Удобный вот этот вот баллончик, который можно разводить. Я в салонке, девчонки, по-моему, беру первый раз или второй. Потому что мне как-то эксперт больше нравилась. Она помощнее, поядреннее, пепельные оттенки дольше держатся. Но сейчас, так как темная, не вижу смысла. Посмотрим, как будет закрашивать седину. Потому что у меня уже корни отросли, наверное, сантиметры. Девчонки, на три. Вот если видите, бликуют. Они седые. Тут все вот седое, поэтому краситься пора. Так, дальше, девчонки, что я вам хочу показать. Я взяла себе, как и говорила вам, по Фаберлик Лайк. Решила все-таки взять полноразмерочку. Бьете Кафе Каприз. 480 рублей, мне кажется, она где-то вышла. По программе Фаберлик Лайк, да. И сейчас мы с вами потестируем. Потому что я тестировала ее только в геле для душа. Я надеюсь, что меня и сам Парфюм не разочарует. Кстати, все парфюмы сейчас по новым правилам приходятся вот такими вот... Ну, не штрих-код, штрих-код, да, наверное, называется. Имейте это в виду. Красивая коробочка. И флакончик должен быть не менее красивый. За 480 рублей, я думаю, это круто. Хотя в следующем каталоге, кстати, она будет и так. В каталоге с хорошей скидкой, то есть без скидки консультанта, 600, по-моему, 80 рублей. Могла бы подождать, но зачем ждать, не терпится. В следующем мы будем с вами кушон тестировать. Так, ничем не пахнет. Крышечка, кстати, сквозная. Ну да, да, это то, что я ожидала. Действительно, гейт для души очень хорошо передает парфюмерный фаберлик. Ароматы. Ароматы парфюма. Да, сладенький, пудровый. Ой, как мне нравится. Я надеюсь, что он будет и шлейфовым. Сейчас пока посидим с вами так и в конце видео посмотрим, чем он будет раскрываться. А так очень нравится. Он какой-то интересный, притягательный, на мой взгляд. Очень мало достойных ароматов фаберлик и мало притягательных. Вот для меня вот этот аромат действительно притягательный. То есть мне хочется его вдыхать. Здорово. Так, помадку я взяла, девчонки, сейчас с вами сразу протестируем. Из линеечки Glam Team. Гидролипс, по-моему. В артикуле 408-27. Это такой должен быть натуральный цвет с небольшим уходом в розовый. 408-27. Вот так она выглядит сама помадка. Кто не видел, колпачки сейчас, по-моему, везде магнитные. У нас в линейке Glam Team, да? Я сейчас сотру. У меня на губах только карандаш по контуру. И мы с вами протестируем. Но губы мои могут, сразу говорю, искажать цвет. Лучше смотрите на Соч, потому что у меня татуаж. Достаточно яркий. Мне очень нравится, девчонки, эта помада по текстуре. Она невероятно приятная. Она не сушит зимой губы. Она очень нежная. И хотя вроде сейчас маски постоянно носим, да? Но все равно хочется какую-нибудь помадку новую. Все равно, когда я с дома выхожу, все равно крашу губы. Очень красивый цвет. На моих губах он смотрится ярче, сразу имеете в виду. А какая она приятная. Девчонки, эти губки сразу гластнятся, разглаживаются. Увлажняются. Очень красивый цвет. Вообще потрясающе. Я вам сейчас свотч сделаю. И на свотче посмотрите. Такой нюдово-розовый цвет. Очень красивый. Сейчас покажу поближе. Мне нравится, прям красота. Вот как она выглядит в стике. Это такая, наверное, пыльная роза. Что-то такое. В нюд переходящие. И вот свотч. Камера передает сейчас при искусственном освещении. Вам так, как есть. Ничего не искажает. Очень красивый оттеночек. Вроде такой и сочный. В то же время не бледный. Губки выбеливать не будет. Даже самых белоснежек, скажем так. Красивая, красивая помадка. Прямо как-нибудь тянуться, я чувствую. Видите, какая она увлажняющая. Красота. Ну что ж, помадой я довольна. Прямо на все сто. Поехали дальше. Что у нас тут еще интересненького? Взяла бутылку для дочери в школу. Бутылка для воды. Вот такая вот девчачья. Розовая должна быть. В артикуле 118,61. Она, девчонки, вышла за 300 с чем-то рублей. Со скидкой уже я так приблизительно помню. Бутылочка. Где-то дорогая. Сейчас найдем. Не находится. Вот так вот всегда. Так, всегда. Вот она. 370 рублей она со скидкой. 499 без скидки. Не совсем бюджетно, но мне понравился дизайн. И качество пластика Фаберли, кстати, не такое, как в Фикс Прайс. Серьезно. Вот так в пакетике она приходит. Распечатываем ее с вами. И вот так выглядит эта бутылочка. Здесь есть силиконовая, кстати, веревка. Надеюсь, она не быстро оторвется. Да? Она силиконовая. Смотрите, что это такое. Что это такое, девчонки? Это не двигается. А, это, смотрите, можно вот так вытащить. Но нельзя. Нет, ее не вытащишь. Это просто штука, которая держит как бы вот эту вот завязку тут. Больше никакой функции она не несет. Так бутылка у нас откручивается. И все. Собственно говоря, вот так выглядит крышка. И все. Вот такая бутылочка. По-моему, 450 миллилитров здесь. Но пластик плотный. Очень плотный пластик. Надеюсь, она нам прослужит долго. Воду мы всегда берем с собой в школу. Воду нужно пить. Супер Банни написано. Красивая бутылочка. Толк. У девчонки, крышка. Силиконовая веревочка. Пробка. Сама бутылочка. Вот так выглядит. С широким горлышком. И информация, кому интересно. Мэйденчина. Срок службы 12 месяцев. 3+. Поехали дальше. А дальше у нас, девчонки, кварцевый массажер. Артикул 910.063. Материал алюминий, нержавеющая сталь, железо кварц. Мэйденчина. Гарантийный срок 6 месяцев. Вот смотрите, в течение 6 месяцев мы можем вернуть. А срок службы 12 месяцев. Поехали. Помимо пакетика, тут еще такая красивая плотная коробочка. Смотрите, как выполнено все. Здорово. Фаберлик Эксперт выдвигается, по-моему, да? Нет, магнитный, наверное, да. Вот так просто закрывается. Открываем сами. Что мы там видим? Пакетик. Пакетик и инструкцию. Пакетик бархатный лежит отдельно. Такой вот бархатный. Я вам поближе все покажу. Инструкция. И сам в отдельном пакетике еще вибромассажер. Коробочка такая прям симпатичная. Так. Он такой холодный. Почему-то весь сам. Открываем с вами пакетик. Мне так не терпится его протестировать уже, девчонки. Будем с вами все в следующем видео тестировать. Вибромассажер, краситься будем. Вот так он выглядит. Дизайн красивый. Прям да. Он офф. То есть мы будем вот тут вам бликует. Написано он офф. Поворачивает, наверное, вот так он офф. Да? Наклеечка такая. Фаберлик Эксперт написано. Все бликует. Буду поближе показывать, что вы смогли его по достоинству рассмотреть в руке, как он будет лежать. Вот в руке он будет лежать вот так. Я, конечно, не взяла батарейки. Пошла с батарейками. Батарейка тут нужна одна. Тип 2АА, да? Пальчиковая. Вставляется она вот сюда вверх. Вот. Вот так чипок. И прикручиваем. Дальше. Вот так вот закручивается сам. Массажер. Так. Включать. Слышите? Как он мощно вибрирует, девчонки. Ну, прикольно. Слушайте, прикольно. В руке прям вибрирует еще. Массаж для руки у вас будет. Так приятно. Наверное, стоит такое средство. Такой массажер хранить в холодильнике, да? Хотя сам кварц, он холодненький. Вот этот розовый камешек, да? Не сказать, что прям холодный-холодный, как, допустим, выключаем, поворачиваем. Не сказать, что прям такой холодный, как наконечники в нашем роллинг-геле, да? Но, тем не менее, прохладненький. Мне кажется, если еще в холодильнике держать, будет вообще классно. Прохладный. Он не нагревается от кожи. То есть, если даже вот так вот долго подержать, он становится чуть теплей. Относишь, и он опять становится прохладный. То есть, снова он не нагревается, да. Ну, классно. Будем с вами делать уход. Обязательно. И протестируем его вообще. И посмотрим, работает, не работает. Здесь у нас есть инструкция. Наверное, есть схема, по которой делать. Ну, наверное, по массажным линиям. Правильно, девчонки? Нет, тут схема никакой. По массажным линиям. По массажным линиям. Глазки, да? Все прошлись. Вот так, вот так, вот так. Здорово. Прикольная штучка. Главное, опять-таки, забросьте ее куда-нибудь в углу, а пользоваться. Так выглядит коробочка. Презентовать кому-нибудь, мне кажется, круто. Вот, тут такая вот мягкая. Не знаю, что за материал какой-то непонятный. Оп. Вот он, мешочек для него. Хранить в мешочке вельветовый такой. Камера, ты покажешь, что это вельвет? Не покажешь. Ну и ладно. Вот такая инструкция. Просто как вставлять батарейки. Как бы ничего. Больше тут интересного нет. И сам массажер. Вот как он выглядит. Смотрите. Он достаточно тяжелый. Фоберлик эксперт. И вот тут у нас, вот видите, он офф. Я вам сейчас включу. Так. Опа. Включили. Насколько он вибрирует, как бы вам это передать, даже не знаю. Но это просто такие вибрации. То есть ничего тут не шевелится, да. Это просто он вот, как щетка зубная. Точно. Как зубная щетка электрическая. Вот такие же вибрации, только мощнее, сильнее. Прям такие достаточно сильные. Вот он сам камень. Вот это жужжащая ручка. Да. Потестируем все с вами обязательно. Камешек прохладный. Здорово. Красиво так презентовать можно кому-нибудь. Да и себя порадовать вообще, конечно, красота. Дальше, девчонки, просила у вас отзывы. Многие похвалили вот это средство. Я решила взять. Это у нас спрей защиты обуви от влаги, грязи и реагентов. Сейчас это очень актуально, особенно у нас в Центральной России. Зима всегда грязная, мокрая, слякотная. И даже когда мороз, сейчас минус 10, все равно реагентами посыпаны и проезжая часть, и пешеходные дорожки. Там просто месиво. Невозможная обувь зимняя, вся замшевая. Артикул 33, нет, вру. Артикул 114-33. Это вроде прозрачный спрей, если я не ошибаюсь. Он должен для гладкой кожи, замшевелюра, ноутбук и текстиль. Я буду... Да, он прозрачный. Запах новой обуви у него, скажем так. Да, витает такой запах новой обуви. Буду тестировать, девчонки, на своей замшевой обуви, на обуви мужа. Посмотрим, будет промокать или нет. У меня есть с чем сравнивать. У меня сейчас стоит спрей за 700 рублей. Этот гораздо бюджетнее. И хочу сказать, что спрей за 700 рублей, у меня все равно промокает обувь. Посмотрим, будет работать ли этот продукт. Так, дальше. Взяла дочери крем из нашей малышковой линейки. Эксперт Фарма. Крем, детский крем для мамы и малыша с пантенолом. Девчонки, кстати, когда заходила в приложение, вот в эту серию, да, Эксперт Фарма, там была детская зубная паста из этой линейки, причем была в наличии у нас на центральном складе. Я знаю, очень многие девчонки ее давно ждут и ищут. Вот эта паста из этой линейки на центральном складе есть. Я не знаю, почему ее не печатают в каталогах, но у нас она как бы есть. И крем для мамы и малыша там тоже был. Вот. Так что вот такой вот кремушек, артикул 16-45, мы его часто повторяем. Мажем щечки. Крема приходит себе запечатанный у нас. Вот так вот, да. Мажем щечки, потому что сейчас на мороз тоже выходить. Лицо у него моментально обветривается, поэтому этот крем у нас должен быть всегда в запасах. Естественно, естественно. Я взяла бальзам «Гладкие пяточки», свой любимый. Артикул 16-61, здесь 30% глицерина. Девчонки, это находка для сухих рук, для сухих ног. У меня как раз кончается последний флакончик, и я дико рада, что именно в этом каталоге хорошая цена на бальзам «Гладкие пяточки». Кто еще не пробовал, у кого сухие ножки, сухие ручки, я вам очень рекомендую. Это просто находка. Лучше средства я не нашла. Никакие масла, ничего, все, нет. Гладкие пяточки рулят. Взяла детскую щетку 6+. Повторяю, покупку мне безумно понравилась щетка детский «Фаберлик». Артикул 114-79, девчонки, и она, видите, и не маленькая уже, и не малышковая, и не большая взрослая. То есть размер самое оно для зубиков такого возраста. Хорошие щетки уже не первый раз берем. Действительно достойные. Взяла парфюмированный гель для душ. Опять что-то решила именно к ним вернуться, потому что нравится. Офиерика Мансуэля взяла. Почему? Потому что вот эту воду по ходу дела «Фаберлик» сняли. Уже в каком каталоге ее нет, и на сайте ее нет. И эта печаль печальная, потому что по мне это один из самых достойнейших ароматов «Фаберлик» Офиерика Мансуэля. Это единственный парфюм, который я практически моментально добила до донышка. Артикул геля для душа 84-12. Захотелось хотя бы порадоваться гелю для душа в этом аромате. Ой, девчонки, я так соскучилась по нему. Он у меня был больше года назад. Он действительно классный. Очень достойный аромат. Не сказать, что он приторно-сладкий. Не сказать, что он прям какой-то ванильный, шоколадный. Здесь есть и какая-то кислинка, и свежинка, и фруктовая нотка. Он очень классный. Жалко, что компания его убрала. Может быть, появится, может быть, еще выпустят. Я надеюсь. Так, и взяла еще парфюмированный гель для душа «Феста де Вита». Вот так он выглядит. Мне кажется, я никогда не тестировала этот аромат. Артикул 82-98. Мне захотелось. Кстати, Офиерик. Эмансуэля не запечатанный пришел, а «Феста де Вита» запечатанный. Но у них и цена разная, кстати. Эмансуэля, по-моему, по великой скидке, а этот подороже. 149 рублей. Я не тестировала этот аромат, по-моему, никогда. А так как мне понравился бьюти-кафе «Каприз», я теперь думаю, ну, надо все ароматы как-то протестировать уже вдруг. Я найду в Фоберлике вообще свою любовную любовь. Классно пахнет, слушайте. Это такой больше весенний аромат. Я почему-то чувствую зеленую травку, ландыш и мимозу. Зелененькие такие нотки. А, кстати, очень интересный, нетипичный фоберликовский. Мне нравится. Здорово пахнет. Надо себе пробник взять будет потом. В гелик для душ пахнет здорово. Весенний аромат зеленый. Классный. Понравился. Так, взяла свою любимую мицеллярную водичку «Вербена». Сейчас на нее хорошая цена. Там при покупке, по-моему, двух продуктов срабатывает акция. 0,831 ее артикул. Вообще не щиплет глаза, но мне, по крайней мере. Хотя мне щиплет и «Аксиологи» мицеллярка, и многие другие. Только это не щиплет. И «Фоберлик Эксперт Фарма». Тоже изумительно мицеллярная вода. А вот это с запахом лимонника. И казалось бы, сейчас вырви глаз. А нет. Она очень деликатная, удаляет достаточно стойкий макияж. Здесь, правда, маленький объем, но когда скидки, я всегда ее беру в запас. Дальше. У меня тут, смотрите, девчонки, в отдельном пакете часть заказа. Почему-то? Почему? Потому что «Фоберлик» сейчас молодцы. Хорошо упаковывают. Здесь, наверное, все мы мыльно-рыльное, скажем так. Так, еще заказала диздорант. Всегда их заказываю. Тоже из раза в раз вам показываю. На этот раз зелененький, алоэ вера. Здесь нет спирта. Он не оставляет пятен одежды. Да, он шариковый. Немножко нужно дать ему подсохнуть после нанесения. Но у меня он со своей задачей справляется. На сутки мне защиты вполне хватает. 2241 его артикул. Мне очень нравится, кстати, алоэ. Наверное, больше всех. Нежность, хлопкость, еще тоже. Но они все классные. У них одушка очень деликатная. Потом от вашего тела практически не пахнет дизиком. Так, распаковываем. Окей, здесь тоже есть новиночки. Так, девчонки, взяла. Жидких мыл что-то кучу. Не, не кучу. Два всего. Одно детское, три плюсы. Я вам показывал обзор фикс-пресс. У нас теперь классная такая штука появилась. Ванная, которая пену выдувает. И для нее теперь, ну, у нее такой приличный расход геля для душа. Если ребенок долго сидит, она у меня сидит долго, час минимум. За это время может прилично израсходоваться. Поэтому набрала гели для душа и мыл жидких. Техники с линейкой мне очень нравятся Фаберлик. Никаких к ней нареканий нет. Никаких аллергий не было. Артикул 2356. Это именно мыло 3+. Оно должно пахнуть зеленым яблоком. Я его уже тысячу раз брала. Нет, здесь какая-то жвачка. Тысячу раз уже брала и буду брать. Так, и жидкое мыло Витамания по распродаже. У меня здесь манго и папайя. Да, в конце каталога у нас там были очень вкусные цены. Я обожаю аромат манго и папайя. У меня сейчас такой мис для тела заканчивается. Он безумно крутой. Там действительно манго сочный такой. Ну, не сказать, что химозный. Не сказать, что натуральный. 2365 манго папайя у нас. Мыло мало. Мыло много не бывает. Потом, первый раз я, кстати, из линейки технокитс беру вот такой шампунь. Мне всегда казалось, что зеленый он как-то больше для девочек, а вот этот как-то мальчуковый. Тут ракеты какие-то нарисованы. Но в этом каталоге была хорошая цена именно вот на этот шампунь. Я решил взять его. 3 плюс. Шампунь и гель для душ. 2 в 1 для детей. Так, артикул 2355. Давайте аромат потестируем. Ой, баблгам какой-то. Сочный. Ой, как вкусненько. Значит, точно понравится. Прям вкусняха. Вообще, так здорово. Нет, не баблгам. Бананы, бананы, дыни, что-то такое. Тут ничего не написано, даже с каким ароматом. Дыня, дыня определенно. Ой, вкусненько, дыня. Так, еще один гель для душа взяла по распродаже. Ботаника. Они мне нравятся. Смотрите, какой густой, девчонки. Он безумно густой. 94% натуральных продуктов. Мне нравятся они. Тоже вот на расходнике, да, заливать ей туда в эту игрушку. Ну и купаться самой, соответственно. Так, и здесь у нас зеленое яблоко и мята. Я брала, по-моему, такой маленький. 400 миллилитров. 25,49. Хорошо, что Фаберлик стали делать тоже вот такие вот XXL размеры, да. И привлекательная цена, и экономична, и экономна. Зеленая яблочка мне здесь очень нравится. Прям конфетка Бон Пари. Очень такое зеленое, сочное, насыщенное. Люблю. Один из самых любимых ароматов у меня в серии эти гели для душ. Так, дальше, что красотки. Концентрированное средство универсальное для полов и стен. Решила повторить. Сейчас добиваю гринли на новиночку, да. Нравится, но почему-то захотелось вот это вот взять обратно. Артикул 112,17. Не очень нравится не мыть полы, никаких разводов, ничего. Великолепный расход экономичный. Запах забыла уже. Запах приятный, свежескошенной травы. Вспомнила. Вот почему я взяла. Мне этот запах очень нравится. Он, правда, не остается в комнате. Он еле-еле уловим, но он безумно приятный. Так, дальше. Новиночка, девчонки, Биомика. Будем с вами тестировать. Надеюсь, на этот раз кожа не слезет с лица. Артикул 12,43. Почему он так сказал? Это про мицеллярку я из этой же серии. Она жуткая. Серия у нас с пребиотиком, PH5,0. Восстанавливающий тоник сывороткой. Я уже смотрела обзор 95 мл здесь. Что, как-то тут с распылителем, что ли, дело не заладилось. Давайте аромат сначала потестируем. Классический аромат этой линейки. Как маска для лица пахнет. У меня такая маска в любимчиках. Кстати, на руку, что ли, брызганем. А то сейчас как. Слушайте, а нет. Много продукта выдает за раз. Но не струей бьет. Не струей совершенно. Нет. Мелкодисперсный распылитель. Очень комфортный. Очень комфортный. Смотрите, видите, облако такое мелкое. Но просто за одно нажатие много продукта выдает. То есть одного нажатия на все лицо вполне достаточно. Я надеюсь, что он будет хорошим, таким увлажняющим средством. Запах, кстати, моментально спарить, запаха никакого нет. Ну, вроде вот ручка увлажнилась после него. Не сказать, что как после BioGlow Sofner'а. Там он как-то вот прям хорошо увлажняет. Мне нравится. Но она мягче, чем другая, на самом деле. Будем тестировать в следующем видео с вами подробно. Так, взяла водный спрей свежитель с корицей. Он сейчас не на распродаже, но мне захотелось именно его. 113,27. Потому что это зимний аромат. Когда еще брать, если не сейчас? Любимый мой имбирный пряник убрали. Остался зимний аромат. Только корица. Освежитель у нас водный. Освежитель у нас безопасный. С удобной заглушкой от маленьких деток, чтобы они не баловались. Безопасный для животных и для малышей. 0+. Пшикай. Люблю. Люблю этот аромат. И он действительно зимний и вкусненький. Апельсинчик и корица. Здорово. Так, дальше, девчонки. Последний продукт из пакета, но не последний в моем заказе. Это вот такой ополаскиватель для рта. Я вам говорила, что хочу его взять, протестировать. Многие девчонки его хвалили, что якобы в сезон простуд. И когда болит горло, им очень хорошо полоскать горло. Он здорово дезинфицирует, получается. Без фтора, без спирта. Комплексное очищение зубов и десен. Профилактика воспалений полости рта. Длительная свежесть дыхания. 16-37, девчонки. Артикул этого средства. Хорошо, что здесь есть стаканчик. Прям давно его многие хвалят. Стаканчик не снимается. Он слить на с крышкой. Я думала, он отдельно будет. Так. Вот. Стаканчик пробка. Мята бьет в нос. Мы с вами полосканем. Сейчас, что вы думаете. Я не прополощу, прополощу. Я бы... Нет. Спирта здесь, наверное, конечно, нет. Но, девчонки, ядреный. Он вот для тех, кто не любит мяту. Я люблю, мне нравится. Жвачки мятные, паста сильно мятный, ядреный. Я люблю. Для тех, кто не любит, не подойдет. Он прям ядреный. Сразу свежесть. Там, наверное, эфирные масла в составе. Я так подозреваю. Вода, сорбитол, касторовое масло, глицерин. Я даже ничего не понимаю. Экстракты. Ментол. Вот. Арома ментол. Но он на последнем месте практически. Прям свежесть дыхания. Да. То есть бывает такое, прополучите моментально практически. Там сглотнете, да, пропадает во рту вот это вот все. Нет пока все здорово. Так, ладно. Давайте пока последнее, что покажу вам. Девчонки, я заказала все-таки кружки. Вот так они приходят в коробочках. Кружечки. Две разные. Сиреневую и зеленую. Так, давайте начнем с какой? Кружка зеленая. Теплые моменты. Lovely moments. 450 миллилитров. Made in China, имейте в виду. Но стопроцентный фарфор. Артикул 910-146. Открываем. Дальше у нас кружка в пупырке. Видите? Хочу обновить кружечки. Я вообще люблю часто обновлять посуду. Мне нравится. На самом деле пупырочки. Вот так выглядит кружка. Lovely moments. И с другой стороны у нас с вами написано тот момент, когда есть время чай распивать. Так, сейчас я вам покажу все поближе. Но пока никаких видимых сколов или еще чего-то, девчонки, нет. Все идеально. Кружка такого объема, прям как я люблю. Так, вторая кружечка, фиолетовая, теплые моменты. Артикул 910-145. Пупырка. Так, и здесь у нас тоже Lovely moments Фаберлик. И здесь тот момент, когда хочется погорячее. Мне понравилось, что ты такой солушка милая. Вообще красота. Ну и на этой кружке я тоже никаких видимых повреждений не вижу. Сейчас покажу вам кружечки поближе. Вот, девчонки, день-день-день. Сиреневая. Все прекрасно, даже вот нареканий никаких нет. Если вазы, помните, приходили как-то с косяками. Они внутри были заметны. Здесь вообще не к чему придраться. Все идеально. Все просто идеально. Вот такие красивые кружечки. Мне очень нравятся. Там красиво, гармонично будут смотреться. Как выбит ощущается рисунок. И буквы они ощущаются. Ну, посмотрим, как будут, скажем так, в носке себе вести эти кружки. Я вам обязательно через какое-то время все покажу. Ну, вот и все, мои хорошие. По поводу бьюти-кафе. Интересный пудровый шлейф. Очень мягенький, не такой резкий, как в начале отнюдь. И очень нежный. Нежный, женственный, девчачий. Мне безумно нравится. Мне понравился этот аромат. Я прям с удовольствием сейчас вот в холодное время года им буду пользоваться. Однозначно, возможно, добью даже до конца. Не, здорово, здорово. Очень здорово. Ну-ка, от одежды. От одежды как-то ярче, чем от кожи. На коже я его ощущаю меньше. От одежды ярче он звучит. И, в принципе, он не сильно меняется, не трансформируется. Не сильно раскрывается, скажем так. Но он интересен сам по себе. Нравится. Так, и пришел каталог. Каталожик. Вот он он. В следующем каталоге будет классный тоже подарок для новичков. Карбокситерапия. Все три шага. Если вы еще не зарегистрированы в Фоберлик, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. С удовольствием буду вашим наставникам помогать вам на протяжении всего пути в Фоберлик. Ну, я с вами прощаюсь. Все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если так, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще больше интересного. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.